Бросив взгляд на фасад, создаётся впечатление, что дом обтянули фотообоями. Но нет, это суровая реальность. Обшарпанные стены, треснутые оконные рамы, дверей в подъезды нет от слова совсем. В неосвещённых проёмах гуляет холодный, пахнущий сыростью ветер. Так сегодня выглядит дом на улице Советская, 68. Крыша вот она как друшлаг. Вот сейчас вот второй этаж, он практически пустой. И вот раньше хоть люди там тазики что-то кого-то подставляли. Где бежит. А сейчас просто будет первый этаж топить. Это просто всё уже. Это, ну, уже предел. Вот эта вот лужа, которая вот, весь мусор с помойки, он летит в подъезды. Сколько убирать можно, неизвестно. В самих подъездах картина ещё более удручающая. Вокруг дважды горевшего щитка до сих пор видна копоть. Она же покрывает и потолок. Кажется, жильцов не щадит сама стихия. Зимой горят, летом тонут. И помочь отчаявшимся некому. Администрация давно списала их с баланса города. А вот счета за коммуналку никто не отменял. Звонишь в домоуправление, они говорят, что по вашему околотку свыше полутора миллионов задолженностей. Я вот к ним ездил, они тут мне за какую-то задолженность. Ну, вот якобы у меня там три тысячи набежало. Там у соседа у одного там пятьдесят тысяч, у другого шестьдесят. Я в администрацию еду, а как мне за что платить-то? За крышу? На вот эту вот над головой. Так это разницы нету, а что на улице живу, что в квартире. Это тут единственное, только стены разделяют. Пускай нас на улицу выселят, да и все, мы и там поживем неплохо. У меня вот две палатки есть, я их поставлю и буду жить. Обещанного переселения в новостройку по Молодежной 7 Валерий Корниенко ждет с 2013 года. За это время уже успели расселить жильцов второго этажа. Для остальных круговорот завтраков продолжается. В любой момент потолок может обрушиться на головы людей. Или того гляди, квартиры загорятся от убитой проводки. Выхожу, ну серьезно, вот слышу, что где-то что-то трещит. А темно в коридоре, ничего не видно, света нету. Фонарик беру и вот на угол свечу, это потолка-то. А у меня там уже черное пятно. Ну я резко тут топор вырубил, а у меня там уже потолок горит. Сегодня Валерий Корниенко в очередной раз собирает вещи. Переезд, как сказано в официальном документе за подписью вице-премьера правительства края Алексея Гончарова, планируется в конце марта. Однако сам мужчина уже не верит в чудо. Эльшат Сафаров, Владимир Николаев, РТК Забайкалье.